Сова Ты готова читать лекцию? Прям фанаты сов 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 Сов, да, это очень популярная птица Которая у вас даже на ковре нарисована Здесь есть везде Сова у вас изображены Итак, что вы о них знаете? Руб вы поднимаете? Что? Что они едят с ушей Правильно Я могу сказать Они укают Правильно Сова могут Семейство Семейство совины И у этих совинок Огромное количество Различных видов Которые имеют Каждое свое название Например Ёлка Это сова Вида филин Причем не просто филин А среднеазиатский филин Или филин обыкновенный Самый распространенный И самый наш обычный вид В филинах Еще есть филины вергинские Есть филины непальские Есть филины туркменские И даже полярная сова Вот самая популярная сова Это белая Белая сова Она тоже относится к филинам То есть на самом деле Вот эта букля из Гарри Поттера Она тоже филин Но называется она полярная сова Букля 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 из Гарри Поттера Вы наверное знаете, так? Я знаю Поэтому Ёлка у нас она сова И она филин Также у меня например Дома живет Ястребиная сова У меня живут Домовые сычи Которые тоже совы У меня живет Махноногий сыч Которые тоже сова У нас в России В нашей стране Живет целых 17 видов Разных сов Причем Они включают Самую большую в мире сову Это рыбный филин Который весит больше 4 килограмм И самую маленькую сову Но они в мире есть еще меньше А вообще в России Это воробьиный сычек Который весит всего 70 грамм И он Ну он вот такой Вот видите Вот Размер пилина и сычека Который помещается Это птенец Нет, это не птенец Это взрослая сова Причем они у нас водятся И в Москве И в Москве А птички выходили Да, они могут Да, что-то Дальше 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 Там шумят Я не думаю Что-то А Ей тут достаточно жарко Она так дышит Все видели Как собаки дышат Высунув язык То есть Они охлаждаются Здесь паряется влага С языка И Тем самым Они просто Себе температуру тела Понимают И Поэтому Филины Копают На земле Ямку И в ямке Выводят птенцов То есть Прям на земле Они Под корнями деревьев Они Садятся Самка с самцом Ямочку Выкакывают Духально Чтобы яйца не раскатывались И выводят птенчиков А Ушастые совы Также не живут Духлых Они занимают Гнезда Других птиц Вормон Сорок Грачей Поэтому Если у вас Живут сороки Где-то там В деревне На даче Вполне возможно Что в гнезде Поселится Ушастая сова И более того Можно даже Бедро К дереву Привить То есть Сделать дырочки В гне В бедре Там Постелить Постилку И там Могут завестись Собрыж Вот Учается Людей Которые Говорят Зачем Вы То есть Они проходят Мимо совы Так Она ничего не видит Они слепые Днем Это неправда Они все Прекрасно Видят Причем Днем Они видят Лучше Чем ночью Но ночью Они видят Лучше Чем Другие Животные И птицы Более того Они не только Ориентируются По зрению Но и по слуху Очень-очень Хороший слух Да Кому мышь Ушать Еще лучше Да Тихое Движение мышек Ушать Все правильно А знаете Почему Они так хорошо Слышат У любой совы Как мы Отличаем Сох От других птиц У них глаза Находятся Впереди На лице Как у людей То есть у птиц Допустим По бокам Да Даже у голубей Утих Они Вот здесь Вот глаза А у сос Глаза впереди Как у людей Да Как у людей И Глаза у них окружает Вот Круглая Вот эта Тарелочка То есть Называется Она лицевой диск Вот У всех Сох Круглые лица Ну у некоторых Как сердечки Но все равно Имеет Вот такая Вот Плоскость То есть Плоская А у некоторых Даже Так знаете Для чего Это плоское Лисо Кто Чтобы Видеть Нет Чтобы Видеть У них глаза А плоское Лисо Почему Вот Чтобы Видеть Нет Оно у них Работает Как локатор Улавливающей Звуки То есть Как тарелка В которой Звук ловят И В уши Как антенна Да Антенна Локатор Вот Эти пучки Верния Которые У меня на глазах Как Плотка И Попадает Потом В уши Да Потому что Уши У них На самом деле Не вот эти Пучки Над глазами Которые Называются Погревые Уши Это просто Название На самом деле Это не уши Это просто Кисточки Из перьев Они Тоже Служат им Для улавливания Звуков То есть Сова Может Прижать В голове А может Вот так Тачком Поставить Но Уши У них Вот Здесь У нее Идет Глаз Вот Тут Заканчивается Глаз И за Глазом У нее Есть Ушная Щель Она Очень Большая На весь Череп Утарка Ходит А вот Все Остальные Перья Которые Вот Здесь Растут Это Перья На самом Деле Голова Совы Вот Такого Размера Малет И вместо Того Чтобы Прилетать По команде Ко мне На руку За видой Она стала Прилетать Мимо руки И Хватать Меня За лицо То есть У нее Испортился Характер У нее Испортилось Состроение Мне Пришлось Ее Отдать Питомник Нет Просто У нее Поменялось Отношение Ко мне Вообще Взгляд На жизнь Мне Пришлось Отдать Питомник Чтобы Она Вводила Себе Детей И Ребята А Себя Взяла Другого Ястреба С которым Сейчас Работаю В России Лев Так Да Рамка Скажите Пожалуйста Каким Уже Проходит Работа С Филином С Ястребом Что Они Делают Как Они Возвращаются Кто Сидит Обычно Едешь На машине Смотришь Если сидят Куропатки Прямо Можно Из машины Выпустить Ястребу Он за ним Летит Либо Ловит Либо Они Улетают Если Он Ловит Он Сидит Ее Держит И Можно Даже Забрать Живую Устырь Если Они Улетают Они Просто Улетают Я Свистом Призываю Ястребу Он Прилетает Садится На руку Я Даю Кусочек Мясо Мой ястреб Знает Сколько У меня Кусочков Сколько Раз Прилететь Если У нас Нигде Нет Этих Стать Я Просто Выхожу На Поле Где Обычно Птицы Бывают Там Я Спускаю Ястреба Хожу Пешком Он Летает За мной Либо Сидит Где-нибудь На Высокой Дочке Смолит И Готово Например Я Спугнул Что-то Он Срывается И Гонит Если Нет Я Даю Ему Кусочек Мяса Мы Обходим Территорию Возвращаемся И Когда Мы Возвращаемся Он Получает Полный Остаток Порции То есть Он День Съедает Примерно Одну Перепелку Все Примерно Представляет Голубя Голубя Съедает Одного Голубя В день Причем Он Ест Один Раз День Так Как И Филин Вот Елка Тоже Ест Примерно Одну Перепелку Либо Крыску В день Я Сейчас Расскажу Сколько Вообще Ест Филин На самом Деле У меня Сычи Съедают В день В одной Мышке То есть Если Кто-то Хочет В себе Завести Сыча Ему Надо Минимум Тридцать Одну Мышку В месяц Этому Сычу Скормить Елка Съедает В день Сей Мышек Либо Одну Крыску Либо Одну Перепелку То есть Да